Ежегодно в Иванове проходит конкурс для людей талантливых и неординарных под названием «Я года». Участники – ученые, политики, спортсмены, творцы, бизнесмены с активной жизненной позицией. В этом году символ креатива – квадратный арбуз. Победители конкурса получат 21 января. Самое время познакомиться с номинантами. Вот она, та самая Алиса из «Страны чудес», девушка-оксюмарон, иначе не назовешь. Умная блондинка, за плечами два красных диплома о высшем образовании. Женственный боксер. С равным успехом Алисе удаются конкурсы красоты и соревнования. Девушка – двукратный победитель первенства России по боксу. Некоторые спрашивают, ну а зачем? Вроде предназначение женщины семья, дети. Ну, я говорю, у всех по-разному, наверное, жизнь складывается. Я вот еще не встретила свою вторую половинку. И от того, чтобы не лезли дурные мысли в голову, я себе занимаю всем, чем только можно. Изо дня в день, ни одной свободной минуты. Днем – работа по специальности Алиса-экономист, вечером – тренировки. А когда-то девушка даже не задумывалась над карьерой боксера. Семь лет занималась плаванием, но аллергия на хлорку поставила крест на этом спорте. Затем появился бокс. Алиса искренне считает, что этот силовой вид прекрасно подходит женщинам, позволяет им раскрыться. В боксе, как правило, излишняя эмоциональность, она не идет на пользу. То есть надо всегда оставаться хладнокровным, расчетливым, принимать решения, независимо, что в тебе бурлят, какие эмоции. Конечно, я учу не только боксу, но и учу психологической защите. Были и травмы, ломали нос. Но Алиса ко всему относится по-спортивному хладнокровно. Бокс научил ее не только тактики ведения боя, но и тактики по жизни. На тренировке называют Алису Борисовну, потому что тренировка есть тренировка. За пределами тренировок мы встречаемся, ходим в походы, ездим загорать. Тогда, конечно, просто Алиса. Удивление всегда есть, но я стараюсь находить общий язык со всеми. Учить приходится и девушек, и взрослых мужчин. Все, кто видел бои Алисы, воспринимают ее всерьез. Приходится строго себя вести, потому что на тренировке у нас должна быть дисциплина. Иногда приходится брать скакалку в целях мотивации, то есть кнутом. А иногда, конечно, и пряником, если все получается, все отлично, и хвалишь. Но самое главное – не перехвалить. На тренировке улыбчивая Алиса становится серьезной Алисой Борисовной. Учит правильно бить и правильно защищаться. Бокс – спорт сильных, резких, расчетливых. Задача, рассказывает девушка, победить соперников физически и в идеале морально. Хорошо. Еще. Еще. Ничего-ничего. Стряхни руки. Хорошо. Конкурсы красоты, флешмобы, волонтерские акции Алиса успевает везде. На конкурс «Я года» пошла за новыми эмоциями и с благой целью – популяризировать женский бокс. Впереди, рассказывает девушка, большие спортивные планы. Еще много вершин предстоит покорить, совместить много несовместимого. Закрадываются такие мысли, не выступить ли по боям без правил. Но пока я не решаюсь. Для Алисы и других спортсменок девиз по жизни – высказывание Фаины Раневской. Женщины – не слабый пол. Слабый пол – это гнилые доски. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.